Здравствуйте! Я Анастасия Янцова, а это информбюро программа «Чистых новостей». И вот какими событиями запомнится сегодняшний день. Продолжит ли свою спортивную карьеру Анна Крючкова после удара ковшом? И что сказал водитель того самого трактора об этом сюжете Романа Шаповалова? Накануне в Михайловске заполыхал частный дом. Все из-за того, что маленькая девочка увлеклась огнеопасной игрой. Подробности в сюжете Анны Кривецкой. От старых «Жигулей» до крутых иномарок накануне останавливали всех без исключения. Отговорки и звонки высокопоставленным людям не помогли. В Ставрополь приехали московские полицейские. Итог работы в сюжете Елена Лазаревой. «Партий много, кровь одна». Городские депутаты Ставрополя показали пример гражданского патриотизма. И в честь ферресистского дня донора тоже приняли участие в кровосдаче. Алексей Форсиков с подробностями. Завтра выглянет солнце и ветер немного утихнет. Подробнее в конце программы. Осознал и раскаивается. Сегодня суд промышленного района Ставрополя дал последнее слово обвиняемому в непреднамеренном убийстве пешехода. Напомним, 4 июня прошлого года на улице Лермонтова произошло страшное. Мужчина поздно ночью выносил мусор, дошел до разделительного островка и в этот момент его сбила иномарка. Тело погибшего буквально разорвало на несколько частей. Сегодня водитель, 19-летний Максим Колыницкий, очередной раз просил прощения у родственников погибшего и снисхождение у суда. Последнее слово он читал по бумажке. Я действительно полностью раскаиваюсь в содеянном и прошу суд. Несмотря на всю мою вину, которую я признавал на следствие, признаю сейчас отнестись ко мне справедливо и снисходительно. И учитывать все обстоятельства дела. Если Максим Колыницкий, по крайней мере, как уверяют его адвокаты, был трезвым за рулем, то командир моторизованного взвода ОМОН взялся за штурвал пьяным. Накануне вечером он поехал на красный и столкнулся в лоб с Вольцвагеном. Там было два человека и сейчас оба в больнице. Полицейский, как передает Интерфакс, уже уволен из органов. За что вас хотели задержать? Задержать на то, что я не остановился. А состояние опьянения подтверждаете? Анна Кричкова в сознании и уже может дышать сама. Я напомню, спортсменка попала в реанимацию после тяжелого удара, когда девушка шла по тротуару и ударила ковшом трактора. Как ей пришлось перенести операцию и что теперь будет со спортивной карьерой? Смотрим сюжет Романа Шиповалова. Анна Кричкова сейчас в сознании, но в реанимации. У нее внутреннее кровотечение. Врачами была удалена селезенка и шесть ребер у девушки поломаны. Напомню, накануне по улице Морозова, в время укладки тротуарной плитки, трактор, разворачиваясь, ударил проходящую в тот момент Анну. После удара на крик сбежались очевидцы. Они и вызвали скорую, рассказывает подруга Анны, Даша. Сейчас друзья пострадавшие приходят в больницу, чтобы узнать о состоянии здоровья подруги. Никаких ограждений, никаких предупреждающих знаков, ничего там не было. И вот это, конечно, страшно, потому что мы там с самого начала недели все студенты ходят. И много кто говорит, что тоже заставали такое движение этого ковша и тоже от него там отпрыгивали, пугались. То есть вот эта вот безалаберность строительной компании, вот это больше всего. 20-летняя Анна студентка из КФУ, факультета физической культуры. С детства занималась спортом, долгое время играла в гонбол в клубе Ставропольчанка Уор. А с недавних пор начала заниматься рукопашным боем, где показывала отличный результат. И должна была представлять нашу страну на мировом первенстве, рассказывает тренер. Помимо этого на Анну смотрели не только как на хорошую спортсменку, но и как на будущего тренера. Ну, после происшедшего я бы, ну, посерьезно прогнозировать, там, ее спортивное будущее некрасиво с моей стороны будет. Да никому об этом говорить сейчас, наверное, не стоит. А то, что тренером будет она, это 100%. В любом случае мы ее и на работу возьмем, трудоустроим. И в любом случае она адаптируется в нашем обществе. Мы надеемся, она только на самое лучшее. А сможет ли она достичь каких-то вишек в спорте, покажет, конечно, ее лечение, реабилитацию и ее, касаясь стремления и воли. Все это произошло по недосмотру водителя трактора, считает следствие. По версии органов, в тот злополучный день водитель работал без специального разрешения. А спешащая в университет на пары Анна в момент удара шла в наушниках и слушала музыку. Сам водитель трактора раскаивается в содеянном. Все, я специально буду ковшем ударить девочку, разве это можно? Ради страховки я, чтобы людей, три человека работают, вот, не знаю, ковшом, представьте. Если упал, я ничего не буду. Ради страховки я хотел убрать. Ну, понял. Вот такое было. Я клянусь, если я видел бы, что ударил бы или что-нибудь такого. Нет, конечно. Следователи сейчас проверяют все факты трагедии в жизни спортсменки. Но пока об уголовном деле говорить рано. Роман Шаповалов, Информбюро. Накануне в Михайловске заполыхал частный дом. Все из-за того, что маленькая девочка увлеклась огнеопасной игрой. Первую помощь оказали местные участковые. Как все произошло, расскажет Анна Кривецкая. Любовь Николаевна рассказывает, в тот момент была дома, из окна увидела, что летняя кухня вся в дыму. Женщина сразу кинулась в горящую постройку, ведь там играла внучка. Я, конечно, побежала внучку спасать. И невестка в это время выглянула. Я ей сказала, она вызвала пожарную. В нужном месте и нужное время оказались местные участковые. Евгений Кулыгин вспоминает, что с напарником проезжали мимо и увидели огонь. На помощь бросились, не раздумывая. Мы с товарищем зашли в летнюю кухню. Там задымление было сильное. Нашли женщину. Она искала документы. Вывели ее во двор. Спросили, где у них электрощетчик. И газовые коммуникации. Отключили свет и газ. Зашли с участковым Ивашкиным вместе в дом. Забрали документы. Вынесли документы. Минут через 10 приехали пожарные и окончательно потушили огонь. Бабушка и внучка живы и здоровы. А вот участковые получили отравление угарным газом. Руководством Главного управления МВД России по Ставропольскому краю принято решение о поощрении сотрудников отдела за проявленную решительность и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей. В полиции Шпаковского района отметили, что эти мужчины настоящие герои. Анна Кривецкая, информбюро при поддержке пресс-службы МВД России по Ставропольскому краю. Темпы по обеспечению землей многодетных семей на Ставрополье безобразные. Сегодня это открыто заявил губернатор края. В очереди стоят больше полутысячи семей, однако стать счастливыми обладателями участков смогли чуть больше ста. Это и другие проблемы озвучил Валерий Зеленков на Дне местного самоуправления. Кстати, этот праздник отмечается впервые по указу президента страны. Народные коллективы Ставрополя песнями и танцами поздравили чиновников, ну а потом лучших управленцев наградили медалью губернатора. Для повышения качества работы чиновников глава региона призвал больше обращать внимание на проблемы народа. Так, например, сегодня тарифы ЖКХ прямо как бельмо на глазу. Мало того, что дорого, так еще и непонятно, за что люди платят деньги. До 1 июля совместно с управляющими компаниями ТСЖ и расчетно-кассовыми центрами вам необходимо принять новую нормальную форму коммунальной платежки. То есть 3-5 показателей понятно для всех людей, чтобы было понятно. И здесь не надо изобретать велосипед. Примерная форма, утвержденная Минрегионом, уже есть на сайте Краевого министерства ЖКХ. Берите и пользуйтесь. Официально день местного самоуправления приходится на 21 апреля, но в некоторых районах края праздник поспешили отметить заранее. На одном из них побывала наша съемочная группа. Кочубеевский район – один из самых быстро развивающихся в крае. Здесь ремонтируют дороги и детские сады, открывают новые спортивные и образовательные секции. И все это благодаря стараниям краевых властей и муниципалитета. Депутаты, руководители и специалисты, говорит глава администрации, стараются создать жителям все условия для комфортной жизни. И профессиональный праздник заслужили. Сегодня многие наши муниципалитеты, а их 15 в Кочубеевском районе, представьте, только 51 населенный пункт, работает очень много людей, тех, которые любят самые главные люди, которые сегодня с душой относятся к ним. И решает многие проблемы, которые возникают, житейские, именно в поселениях, именно на местах. Открывали праздник первые лица края – председатель Думы Юрий Белый и зам предкраевого правительства Виктор Шурупов. Разрешите мне поздравить вас от лица губернатора Валерия Георгиевича Зеренкова. Виктор Александрович отметил, чиновники должны быть ближе к народу, и тут же немного пофантазировал. Пусть пока это первый праздник, пилотный. Однако это только начало и недалек день, когда сами жители Кочубеевского района наградят благодарностями и грамотами руководители поселения. Пока только авансом они вас выбрали и дали возможность управлять, говорит Виктор Александрович. И работу свою доверенные лица должны делать качественно, ведь за нее люди и спросят. А пока лучших отметили краевые власти и вручили дипломы с благодарностью. Благодарственным письмом губернатора Ставропольского края награждается Анатолий Иванович Салтатов. Одной из первых приняла поздравление Наталья Офисенко. Больше шести лет она работает секретарем в Совете села Ивановское. За время ее работы ввели новый детский сад и построили газопровод. В этом, считает она, есть и ее маленькая заслуга. Свою работу женщина очень любит. Я не мыслю себя без этой работы. Я каждый день, даже в выходные, вечерами, я постоянно на работе, постоянно куда-то мы бежим, что-то делаем и помогаем людям. А тем временем многие местные администрации, как отметила руководитель Совета Кочубеевского района Людмила Елфинова, сами нуждаются в помощи. И в присутствии первых лиц края поделилась своими мечтами, которые разделяют все ее коллеги. Пусть у нас у всех будут светлые, отремонтированные здания администрации. Пусть будет достаточно компьютерной техники. Пусть электронный документооборот, наконец, заработает в полной мере. Интернет будет во всех муниципальных образованиях. И еще я желаю всем нам, пользуясь присутствием Юрия Васильевича и Виктора Александровича, ну уж если установили день местного самоуправления, ну пусть объявят когда-нибудь год местного самоуправления. Председатель Думы края сразу же откликнулся на эту просьбу. Я могу одно пообещать. Как только мы с вами сделаем то, что обещали людям, процентов на 50, сразу объявим два года муниципального самоуправления. Полсотни кочебиевцев получили награды. В следующем году обещали местные власти, награжденных будет еще больше, ведь праздник в районе решили сделать традицией. Кристина Богданова, Татьяна Федорова, Владимир Лагвинов, Информбюро. А сейчас мы уходим на небольшой рекламный перерыв. Во второй части программы полицейский десант из Москвы. Зачем столичные гаишники приехали в край и какой урожай прав собрали всего за один день. Подробности через пару минут. Не переключайтесь. Спасибо, что остались с нами. Это Информбюро программы «Чистых новостей». От стареньких «Жигулей» до дорогостоящих иномарок накануне ДПСники останавливали всех без исключения. В Ставрополь приехали московские полицейские. Они штрафовали водителей за все нарушения, начиная от отсутствия детских кресел в машине и заканчивая пьянством за рулем. Кому теперь придется ходить пешком? Сюжет Елены Лазаревой. В 21-м конституции РФ разнакомлю, что умеет право связаться против себя и своих близких. Замечания к протоколу есть у вас? Вы здесь пишите, согласен с протоколом или не согласен с протоколом? Этому водителю явно не повезло. Он в числе первых пойманных нарушителей. По улице Артема мужчина пересек сплошную линию. На месте полицейские его лишили прав. Взамен выдали временное водительское удостоверение. Теперь суд будет принимать решение. Либо нарушитель заплатит штраф 5000 рублей, либо будет ходить пешком полгода. Правоохранники отметили, такие жесткие меры уж точно наведут порядок на дороге. Такая возможность позволяет прививать участникам дорожного движения навыки дисциплинированного поведения на автодорогах, проявлять уважение друг к другу, в целом более серьезно относиться к соблюдению правил дорожного движения. Следующий на очереди водитель 14-й. Он, мягко говоря, плюет на законы. Тонировка передних стекол уже давно запрещена. Но парень как ездил все это время наглухо тонированным, так и продолжает. Однако сегодня его вседозволенность сошла на нет. Кстати, растонировать автомобиль сегодня пришлось не только этому водителю. По первому требованию сотрудников, никто не вступает в полемику, не задает лишние вопросы, а устраняет такие нарушения, как нанесение пленочного покрытия на передние автомобильные стекла на месте, не оспаривая существо нарушения и даже не требуя производить замеры. А уже часами позже в лапы московских полицейских попались и пьяные водители. Их без всяких разговоров везли в отдел и лишали прав. Одним словом, никакие отмазки, звонки большим начальникам не помогли. Наши сотрудники приехали в Ставрополь, в Ставропольский край, для оказания практической помощи. Совместно с вашими инспекторами работают, я еще раз говорю, по профилактике правонарушений управления водителями в состоянии алкогольного опьянения. Встретиться с московскими ДПСниками придется не только в Ставрополе. Дальше по маршруту КМВ, а также Астраханская и Новгородская области. Елена Лазарева, Александр Колодко. При поддержке Главного управления ГИБДД по Ставропольскому краю. Ставропольские казаки должны быть юридически грамотными, и им нужна соответствующая подготовка. Сегодня в правительстве края Ассоциация юристов России и Общество Терского казачьего войска подписали соглашение о сотрудничестве. Атаман казачьего войска отметил, это большой шаг к выведению казачества на правовой уровень. В свою очередь высказались и юристы. Это соглашение обязательно даст свои плоды. Я уверен, что это придаст динамичности становлению казачества, правовой обеспеченности. Значит, меньше будет жалоб, меньше будет разбирательств в правоохранительных органах, в органах прокуратуры и, соответственно, в судах. Поэтому, я думаю, от этого выиграет и казачество, и в целом жители нашего края. Я верю в положительный успех нашего сотрудничества. Партий много, а кровь одна. Сегодня депутаты Ставропольской городской думы показали пример гражданского патриотизма. В честь Дня российского донора приняли участие в сдаче крови. Сюжет Алексея Фурсикова. Олег – типичный перворазник. Так говорят о тех, кто пришел сдавать кровь первый раз. Конечно, волнуется, зато уверен – правильное дело делает. 400 граммов собственной крови ему ничуть не жаль. А пришел с друзьями. В социальной сети решили таким образом отметить День российского донора. За дверью операционной ждут своей очереди еще около сотни его друзей. Все-таки я давно планировал прийти, но не находилось времени. Тем не менее, решил этот день посвятить, отдать свою кровь, помочь кому-то, кому она на самом деле нуждается. Потратить час-два времени, тем не менее, я выручу, помогу нуждающимся. И дело тут не в том, что за донорство теперь снова платят. Правда, не всем. По словам главного врача станции переливания, желающих сдать кровь всегда хватало. В январе-феврале было некоторое снижение количества доноров. Но это все именно было связано с организационными вопросами. Пока мы питание организовывали, пока мы заключили договор со столовой, куда доноры ходят. А сейчас все нормально. Мы на уровне прошлого года, а в прошлом году мы почти на три тома перевыполнили заготовку. То есть это очень хорошая цифра. А для депутатов Думы Ставрополя кроводача не в новинку. Некоторые уже и со счета сбились, сколько же раз становились донорами. Но каждый раз делают это по убеждению. Да и просто поддерживают давно начатую думскую традицию. Я думаю, что в жизни у каждого может случиться ситуация, когда ему может понадобиться кровь. Никто не знает, когда это будет и с кем это будет. И когда речь идет о наших родных, мы готовы на все. Но мы об этом вспоминаем только тогда, когда что-то случается, не дай бог. Поэтому я думаю, что возможность сдачи крови, помощь кому-либо, это почетная обязанность и долг каждого человека. Не только тогда, когда в этом есть острая необходимость. У его молодого коллеги такая же мотивация. Сейчас кому-то кровь необходима, а я могу ее сдать. Почему бы это не сделать? Все очень просто. Кому-то кровь нужна. Я думаю, что мне несложно сдать ее, для того, чтобы человеку каким-то образом помочь. Все очень просто, это банально. Человеческая жизнь стоит очень дорого. А прийти сюда и потратить час, два часа для того, чтобы сдать кровь, это в принципе ничего не стоит для меня. Всего же отметить День российского донора на станцию переливания крови пришли больше полутора сотен горожан. Погода начинает приходить в себя. По крайней мере, наша метеоведущая обещает на выходных до плюс 16. Смотрим прогноз. В Средней Азии вновь резко похолодало. Ночью температура с плюс 25 упала до минус 5. О погоде в крае узнаете прямо сейчас. Завтра в Ставрополе малооблачно. Днем плюс 16, вечером плюс 8. В Ниномыске переменная облачность. Днем плюс 15, вечером плюс 7. В Пятигорске переменная облачность. Днем 16, вечером 11 градусов выше 0. В Светограде малооблачно. Днем плюс 18, вечером плюс 9. В Георгийске переменная облачность. Днем плюс 18, вечером плюс 7. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Все видеопрограммы вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. Звоните и мы обязательно откликнемся. У меня на этом все. С вами была Анастасия Емцова. До свидания.